Всем привет! И мы приступаем ко второй части наших практических заданий для курса основы академического рисунка. Я попрошу вас приготовить подточенные карандаши мягкий, твердый и твердо мягкий, то есть B, H и HB. В академическом рисунке есть очень важное правило. Мы стараемся не штриховать крест-накрест. Я имею ввиду штриховка крестом, как ее еще называют. Это когда штрихи идут четко под углом 90 градусов. Есть только один единственный случай, когда мы штрихуем прямо крест-накрест. Это когда в постановке есть сито. То есть, когда вы рисуете какой-то, например, деревенский или сельский мотюморт, такая вот постановка, где есть мука, черный какой-нибудь ржаной хлебушек, стоит сито, но тут, к сожалению, никак от этого не уйти. Соответственно, волокна все эти ниточки так идут. Даже в этом случае я вам предлагаю одну какую-то штриховку сделать более четкой, а вторую менее яркой, чтобы хотя бы одно направление доминировало. Сейчас мы будем с вами практиковаться в плане штриховки. И первый очень важный момент, который я уже, в принципе, озвучивала, это угол наклона карандаша по отношению к бумаге. Если вы его держите под очень острым углом, то штрих будет получаться очень жирный и не ровный, не чистый. Штрих должен быть четкий, непрерывный. Сначала я вам предлагаю попробовать очень медленно его поштриховать. То есть мы прикладываем карандаш и отпускаем штриховку. Прикладываем и отпускаем. В первом нашем верхнем прямоугольнике я вам предлагаю поштриховать мягким карандашом и просто понять, какого тона он может добиться. С помощью него можно добиться. Мягкий карандаш он подходит для темных предметов, для темных фруктов, да, для темных драпировок, для теней. Значит, в верхней части прямоугольника я вам предлагаю просто попробовать подштриховать в одном направлении, примерно под углом 45 градусов. Обратите внимание, между штрихами должно быть расстояние, но не очень большое. Соответственно, если вы между штрихами не оставляете пространство, да, то штриховки, в общем-то, не видно. Штриховка должна быть обязательно видна. В нижней части нашего прямоугольника я вам предлагаю подштриховать, попробовать подштриховать точно так же, примерно, да, под углом, и наложить второй слой, тем самым мы нашему нижнему прямоугольнику добавим тона. Как мы это делаем? От основного направления нашего штриха, да, мы накладываем второй слой, отодвигая, сдвигая угол наклона или вверх, или вниз. Только ни в коем случае, да, не под 90 градусов, то есть чуть выше или чуть ниже. Например, чуть ниже. Попробуйте и так подштриховать, и так. Во втором прямоугольнике мы подштрихуем карандашом твердым, который H. Точно так же попробуйте подштриховать им, прочувствуйте, что для того, чтобы добиться какого-то прямо тона, да, нужно приложить определенные усилия. Я предлагаю вам штриховать твердым карандашом какие-то белые предметы, белые драпировки, потому что им достаточно сложно перечернить работу, он не даст вам добавить лишнего тона. В нижней части нашего прямоугольника точно так же, и по второму слою, или выше, или ниже. Конечно, в будущем мы накладываем больше тонов, больше штриховки, больше слоев, да. Штриховка требует много практики. Чем больше вы штрихуете, тем штрих у вас будет получаться красивый, ровный, непрерывный и так далее. И в третьем нашем прямоугольнике я вам предлагаю прочувствовать карандаш HB твердомягкий. Очень универсальный карандаш, который подходит и к академическому рисунку, и к акварели. Он чаще всего его покупают несколько штучек сразу. Точно так же попробуйте поштриховать им. Пусть сначала медленно приложили, отпустили, приложили, отпустили. Иногда, когда с одной стороны грифеля уже сам кончик более тупой, да, можно я его иногда сама проворачиваю пальчиками, да, и ищу более острый уголочек. То есть, чтобы грифель максимально был острый. Значит, если штриховка, да, в принципе, отличается от моей, то я еще раз рекомендую обратить внимание на угол наклона. То есть, максимально стараться, да, по более тупой угол между самим карандашиком и бумагой. Очень тщательно за этим следить. Ну и в нижней части тоже самое. И, допустим, повыше. Подпишись на канал, поставь колокольчик и не пропусти следующее видео по академическому рисунку и акварели.